МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня». Им вообще не нужно своих жителей. Они живут, и ладно, и пусть живут, пока дом не развалился. И суд им не указ. Власти города Кунгур отказываются выплачивать компенсации за аварийное жилье, положенное людям по закону. Весь позитив, который наработал товарищ Левченко, будучи губернатором Иркутской области, его надо перетянуть на себя. На чужих лаврах. После отставки красного губернатора Сергея Левченко новые власти при Ангаре активно используют цифры иркутской пятилетки в своих отчетах. Американцы, вот белые люди, пришли в индейцев, выменяли землю на бусы. Так индейцы хотя бы бусы получили, а мы кроме проблем ничего от этого не имеем, от этих агрохолдингов. На кой они, черт, нам нужны? Как возродить российское село? Власти делают ставку на крупные агрохолдинги. Специалисты считают это ошибкой. Каждый день в ожидании ЧП. В городе Кунгуре Пермского края люди не могут добиться выплаты компенсаций за аварийное жилье. Есть закон, есть решение суда, но денег нет. По крайней мере, так утверждают чиновники местной администрации. Подробности у Сергея Ткачука. Обваливающиеся потолки и стены, прогнившие полы, печное отопление, вода в колонке во дворе. Так живут люди в доме на улице Кирова в Кунгуре. Здание признали аварийным еще пять лет назад. Вот наш потолок, который два года назад рухнул. Все упало. Никто ничего не делает. Щиток у нас неоднократно загорался. Все тут у нас копоть. Дождемся когда-нибудь и сгорим. Ирина Вертипрахова живет в этом доме с 1998 года. На 20 квадратных метрах ютится с двумя сыновьями. Младшему всего шесть лет. Хождение по кабинетам чиновников ничего не дали. Пришлось обращаться в суд. Суд подали в городской. Сначала в Кунгурске. Кунгурске выиграли. Но администрация города Кунгура подала на апелляцию в Пермский суд. В Пермский суд мы тоже выиграли. Но в апреле прошлого года нам должны были уже выдать деньги. Но денег до сих пор не выплатили. Обещали к 2024 году. Несмотря на все действующие программы по расселению или выкупу аварийного жилья, в администрации города Кунгура всегда говорят одно. Средств для компенсации в бюджете нет. Мы и так участвуем в федеральной программе, в региональной программе. У вас будет произведен выкуп. Но в рамках программных мероприятий, потому что дополнительного финансирования для реализации судебных решений в бюджете города Кунгура не предусмотрено. Подобных судебных решений в Кунгуре уже 119. Общая задолженность администрации города перед жителями аварийных домов более 300 миллионов рублей. И, судя по всему, количество обращений в суды будет только расти. Сергей Ткачук, Красная линия. Пресс-служба, исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, подготовила материалы для его участия в Гайдаровском форуме. Авторы документа, в числе прочего, назвали при Ангаре одним из лидеров по уровню инвестиционной активности в России. Напомним, Кобзев был назначен в Рио губернатора чуть более месяца назад. Почему новый руководитель региона ставит себе в заслугу достижение своего предшественника, коммуниста Сергея Левченко? Мнение экспертов в материале Кирилла Викторова. Отставка иркутского красного губернатора Сергея Левченко в конце прошлого года стала темой вопроса, заданного президенту Путину на его итоговой пресс-конференции. Это единственный губернатор, который смог за три года увеличить бюджет в два раза, увеличить темпы социального строительства в шесть раз, темпы развития экономики региона – это шесть процентов, это темпы выше мировых. Главное, чтобы человек эффективно работал. Вы сейчас назвали некоторые цифры, но у меня есть и другие цифры. Теперь цифры озвучивает новый в Рио губернатора Игорь Кобзев. По его словам, жить в Приангарье стало лучше, жить стало веселей. А так как похвастаться собственными успехами Кобзев пока не может, с момента его назначения прошло немногим более месяца, то приходится оперировать данными о результатах работы команды Сергея Левченко. Цитата. «Объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области за 9 месяцев 2019 года составил 245,4 миллиарда рублей, что на 17,7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. По объему инвестиций в основной капитал среди регионов Сибирского федерального округа Иркутская область занимает второе место». Конец цитаты. В пресс-службе Кобзева подчеркнули, что инвестиции в основной капитал на душу населения в Приангарье также ощутимо выросли. И по итогам трех кварталов прошлого года составили более 102 тысяч рублей на человека. Это лучший показатель среди всех сибирских регионов. «Весь позитив, который наработал товарищ Левченко, будучи губернатором Иркутской области, его надо перетянуть на себя. У них вдруг проявилась порядочность и честность на этапе, когда его уже вынудили отправить в отставку. Он написал заявление. Это гадость. Самое настоящее». За четыре года в Иркутской области, благодаря проведению грамотной налоговой политики, удалось почти в два раза увеличить доходность областного бюджета с 98 до 213 миллиардов рублей. «Дело в том, что он сумел обуздать аппетиты крупных олигархов, которые работают там, в Иркутской области. Энергетических олигархов, алюминиевых и так далее, то есть основная масса денег пришла в виду того, что он смог заставить местную и центральную олигархию, федеральную олигархию платить реальные налоги». Пиарщикам нового Иркутского в Рио было бы не лишне вспомнить, что повышение инвестиционной активности стало возможным благодаря исключительным темпам развития региона. Введение основ плановой экономики, ставших известными как «Иркутская пятилетка», позволило добиться экономического роста в Приангарии в 6%. Осенью Иркутскую область ждут губернаторские выборы. И очевидно, что Игорь Кобзев пойдет на них с наработками своего предшественника Сергея Левченко. «Другого способа остаться в регионе у Кобзева просто нет. Неизвестна в регионе фигура с одной стороны, с другой стороны абсолютно не публичный, что называется, ни политик, ни хозяйственник». Тем временем плановая экономика в Приангарии продолжает успешно работать. И вопрос, почему Сергея Левченко сняли с поста иркутского губернатора, остается открытым. Кирилл Викторов, «Красная линия». Материнский капитал на рождение первого ребенка россияне смогут получить уже весной. Депутаты и сенаторы постараются максимально быстро рассмотреть все необходимые законопроекты. Об этом сообщили в Госдуме. Напомним, в послании Федеральному собранию президент предложил расширить программу материнского капитала. Коротко о других новостях в стране. Следователи возбудили уголовное дело после гибели пятерых человек в пермском отеле. По данным следствия, ночью 20 января в мини-гостинице «Карамель», расположенной в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Основная задача налоговой службы – сделать так, чтобы платежи были неизбежными, но при этом максимально комфортными. Об этом заявил новый глава ФНС России Даниил Егоров. Он отметил, что сегодня необходимо обелить рынок и создать удобную модель налогообложения. 63% россиян считают, что в нашей стране есть политзаключенные. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра. Показатель стал максимальным за 17 лет проведения подобного исследования. У россиян появится возможность резервировать и выкупать автомобильные номера с определенным сочетанием букв и цифр. Это можно будет сделать через портал госуслуг. Соответствующий проект документа подготовила Минэкономразвитие. Новые правила должны вступить в силу с начала будущего года. В послании Федеральному собранию президент непривычно мало говорил об экономике и совсем ничего о сельском хозяйстве. Очевидно, в Кремле считают, что в агрокомплексе страны все хорошо. Но так ли это на самом деле, разбирался Рамиль Гатаулин. На прошедшем в декабре госсовете министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев озвучил радужные цифры. Темпы роста агропроизводства в 2019 году составили более 4%. Те, кто работает на земле, недоумевают. Откуда взялись такие данные? Крестьяне больше зарабатывать не стали, рост их доходов не увеличился. Тракторов покупаешь все меньше, комбайны все меньше, а рост производства неуклонно на 4-5% растет. Каким образом это достигается? Я думаю, что только приписка. В качестве доказательства своей точки зрения власти приводят такие аргументы. Россия уже несколько лет числится в мировых лидерах по объемам экспорта зерна. В прошлом году за рубеж было продано сельхозпродукции на 25 миллиардов долларов. Какая нам разница от того, есть рост экономики, нет там в них какой-то рост, есть рекорд по зерну или почему. Мне-то, жителю села, от этого какая польза. Василий Мельниченко утверждает, все последние годы ситуация на селе только ухудшается. За 10 лет, что он возглавляет сельхозпредприятие, закупочные цены на продукцию практически не изменились. А вот затраты значительно увеличились. Все сливки достаются не тем, кто горбатит на полях и фермах, а посредникам и владельцам агрохолдингов. Ради прибыли они готовы на все, в том числе на использование ударных доз гормонов роста и удобрений. Понятно, что в результате такой интенсификации производства продукция не становится вкуснее или полезнее, зато почва истощается. Натуральная продукция не может конкурировать с этим, извините, добром. Поэтому надо, конечно, изменить подходы к сельским территориям. Надо туда деньги направить не в крупные города типа Москва, Санкт-Петербург и другие, а именно в сельскую местность. Однако власти делают ставку именно на развитие агрохолдингов, большинство которых зарегистрировано за рубежом. Этим крупным производителям нет дела ни до качества продуктов, ни до того, как живут люди в деревнях. Если вы хотите выкачать из земельных ресурсов все, вам надо развивать агропроизводство, делать его прибыльным. Если вы хотите, чтобы территория жила, вам надо наоборот, вопреки часто экономической целесообразности, поддерживать эту территорию. Рассчитывая на то, что там будут развиваться другие виды хозяйственной деятельности, которые, может быть, со временем станут прибыльными или, по крайней мере, неубыточными. Чтобы оценить положение в сельском хозяйстве, достаточно отъехать от Москвы на сотню километров. Многие российские деревни уже вымерли. И до тех пор, пока Минсельхоз и Росстат оценивают ситуацию по прибыли оградельцов, а не реальной жизни крестьян, ждать возрождения наших сел, по крайней мере, наивно. Ремиль Гатаулин, «Красная линия». Власти Китая обнародовали масштабный план по сокращению использования одноразовых изделий из пластика. Программа рассчитана на пять лет. Уже к концу этого года в крупных городах страны вступит в силу запрет на использование неразлагаемых пластиковых пакетов. Коротко о других новостях в мире. Верховный совет Франции по военной службе назвал неприемлемыми условия пенсионной реформы, так как она не учитывает особенности армейской службы. Согласно изменениям, уход военнослужащих на пенсию в обычный срок приведет к снижению выплат до 60%. В ходе протестов в Багдаде погибли по меньшей мере два человека. Беспорядки начались после того, как полицейские попытались освободить транспортные магистрали, которые заблокировали демонстранты. Акции против коррупции и безработицы идут в Ираке с октября. По итогам прошлого года в мире насчитывается около двух тысяч миллиардеров, сообщило объединение по борьбе с бедностью Oxfam. Их совокупное состояние больше, чем у 60% мирового населения. Эксперты назвали такой разрыв огромным, вышедшим из-под контроля. Десятки тысяч жителей канадского острова Ньюфаундленд оказались заблокированы в домах из-за снежного шторма. Высота сугробов достигла более трех метров. С последствиями снегопада помогают бороться военнослужащие канадской армии. Красные набирают обороты. В Иркутске команда КПРФ провела второй матч в рамках открытого первенства города по хоккею. Соперником красных на льду стала команда «Легион». Матч начался для наших спортсменов непросто. К концу первого периода они уступали сопернику 2-3. Но потом хоккеисты КПРФ взяли игру в свои руки. Итог матча – уверенная победа со счетом 8-4. Евгений Гордин, капитан красных, в ходе матча отличился двумя голевыми передачами и заброшенной в ворота соперника шайбой. Все выложились. Неплох. Неплох был, естественно, вратарь, как и в первом. Зелимхан. А так здесь командная победа. Все голы абсолютно были с комбинациями, с бросками, с выводом на бросок. Ну, то есть здесь командная игра. И в обороне хорошо отыграли. В общем, я доволен. Впереди у наших спортсменов еще шесть игр. Напомним, хоккейная команда КПРФ была создана минувшей осенью по инициативе активистов Иркутского горкома Ленинского комсомола. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok